У меня есть то, что вам нужно. Правда? Что же это? Способ победить в войне. Если цель находится на достаточно отдаленных линиях жизни, то настроить на них свое излучение практически невозможно. Например, если вы собираетесь сдавать экзамен, но предмет не знаете вообще, вы не сможете настроиться на линию, где успешно его сдаете. У вас не получится визуализация вашего ответа хотя бы на один вопрос, если вы ничего не знаете. Между вашей будущей целью и теперечным положением может пролегать достаточно длинный путь, не обязательно по времени. Изменится не только ваше положение, но и способ мышления, манера действовать, даже может быть характер. Вы не можете сейчас точно настроить свои параметры, не пройдя этот путь. Если будете пытаться выполнять визуализацию процесса движения к весьма отдаленной цели, у вас возникнет искушение забегать вперед и торопить события. Это ничего не даст, вследствие чего вы получите чувство разочарования и досады, что в свою очередь восстановит против вас равновесные силы. Вы можете сколько угодно крутить в голове слайд картины отдаленного будущего, и от этого никакого вреда не будет. Но визуализация процесса движения по отрезку пути, на который вступите еще не скоро, может завести вас неизвестно куда. Представьте, что вам необходимо проплыть вниз по извилистой реке. Вы же не будете тащить лодку по берегу, чтобы сократить путь, срезая повороты реки. Если цель достигается в несколько этапов, придется последовательно пройти каждый этап, хотите вы этого или нет. Например, стать профессионалом в какой-либо области невозможно за один прием. Необходимо сначала закончить учебное заведение, потом найти работу, затем отшлифовать свое профессиональное совершенство и так далее. Такой поэтапный путь к цели в пространстве вариантов представляет собой трансерферную цепочку. Каждое звено цепочки – это отдельный этап. Этапы связаны в звенья, потому что если не пройден один этап, на следующий вступить невозможно. Например, невозможно поступить в аспирантуру, не закончив университет. Отдельное звено трансерферной цепочки складывается из взаимосвязанных и относительно однородных секторов пространства. Путь к цели в пространстве вариантов структурируется трансерферными цепочками и течением вариантов. Пространство вариантов имеет упорядоченную структуру. Если следовать к цели беспорядочным образом, она не будет достигнута. Как не выбиваться из течения вариантов, вы уже знаете. Не создавать избыточных потенциалов, не лупить руками по воде и не бороться с течением. Остается лишь следовать еще одному правилу – выполнять визуализацию процесса движения к цели только по отношению к текущему этапу. Конечный результат при этом вы можете представлять сколько угодно в виде слайда. Но процесс движения только в пределах текущего звена трансерферной цепочки. Не надо торопиться, вы все успеете в свое время. Теперь можно дать окончательное определение. Визуализация в трансерфинге – это мысленное представление процесса реализации текущего звена трансерферной цепочки. Под представлением понимается направление хода мыслей в нужное русло. Мыслям только нужно дать толчок, а дальше они сами пойдут, как по сценарию во сне. Нужно жить процессом реализации звена и в мыслях, и в действиях согласованно. Как видите, все просто. Нетрудно определить отдельные звенья именно в вашей трансерферной цепочке. Ну а если порядок движения к цели неизвестен, или вообще непонятно, каким путем и какими средствами можно достичь своей цели. Ничего страшного, пусть это вас не беспокоит. Я снова повторяю, что следует делать в данном случае. Если вы пока не знаете, каким образом ваша цель может быть реализована. Не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда. Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Не надо метаться, судорожно искать способы достижения цели. Слайд сам заставит вас невольно и даже бессознательно действовать в нужном направлении. Отбросьте важность, будьте спокойны и доверьтесь течению вариантов. Здесь хотелось бы добавить несколько слов о знаках. Если вы интерпретируете какой-либо знак, который, как вам кажется, может указывать на возможность достижения цели, то вам необходимо знать, что знаки относятся только к текущему звену трансерферной цепочки и имеют лишь отдаленное отношение к конечной цели. Другими словами, указатели относятся только к той дороге, по которой вы в данный момент идете. Можете интерпретировать знаки по всем вопросам, связанным с текущим звеном трансерферной цепочки. Но если текущую линию вашей жизни отделяет от целевой линии несколько звеньев, то знаки не могут служить указателями для цели. Это не значит, что указателей для дальней цели вообще не существует. Просто вы не сможете их толковать с достаточной степенью надежности. Вообще интерпретация знаков, за исключением состояния душевного комфорта, является наименее надежной техникой в трансерфинге, поэтому не следует придавать знакам большое значение. Остается выяснить, какое место отводится в визуализации третьей группы и надо ли вообще заниматься визуализацией цели. Ответ здесь однозначный. Безусловно, визуализацией цели заниматься совершенно необходимо в любой удобной вам форме. Цель держится в голове в виде слайда, что расширяет зону комфорта и настраивает частоту излучения мысленной энергии на целевые линии жизни. Это и есть главная и единственная функция визуализации третьей группы. Но, собственно, переход на целевые линии осуществляет все же рабочая лошадка трансерфинга – визуализация процесса движения к цели. Занимаясь визуализацией процесса, вы объединяете свое внутреннее намерение с внешним. Резюме Иллюзии – это не результат игры воображения, а видение другой реальности. Человек, находясь в материальном мире, может воспринимать другую реальность. Восприятие мира может искажаться внутренними убеждениями. Слайд – это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Слайды искажают реальную действительность. Человек склонен навешивать проекции своего слайда на окружающих. Основой для слайда является важность. Как только важность исчезла, слайд прекращает свое существование. Внешнее намерение непрерывно и постепенно реализует слайд. Перестаньте бороться с собой и переключите свое внимание с негатива на позитив. Создайте себе позитивный слайд, приятный душе и разуму. Почаще просматривайте свой слайд и добавляйте туда новые детали. Ни в коем случае не срисовывайте образ слайда с других людей. Если у вас нет решимости иметь, вы это не получите. Позвольте себе роскошь быть достойным всего самого лучшего. Решимость иметь – это непреложное знание, что вы достойны и выбор за вами. Позитивные слайды помогают включить невероятное в зону вашего комфорта. Не смотрите на слайд, как на картину, а живите в нем хотя бы виртуально. Впускайте в себя любую информацию из мира вашей мечты. К цели вас двигает не созерцание результата, а визуализация процесса движения. Не созерцание результата, а представление процесса рождения и роста совершенства. Визуализация в трансерфинге – это мысленное представление процесса реализации текущего звена трансерферной цепочки. Если путь достижения цели неизвестен, выполняйте визуализацию слайда. Слайд сам поведет вас в нужном направлении. Кто-то должен остановить вас, иначе конец всему миру. Мир уже разрушен. Вами. Он был несовершенен. Те из нас, кто обладает даром видеть это, призваны защитить остальных. Вы выбрали фракцию воинов, призванную защищать этот город и всех его жителей. Мы здесь верим в ежедневный подвиг и в отвагу. Мы восстановим мир. И в этот раз надолго. А если вы ошибаетесь? Ты хочешь перемен, не принося жертву. Хочешь мира без войны. К сожалению, так не бывает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»